В Саратовской области продолжают бороться с последствиями снегопада. Осадков выпало немало. Это уже успели заметить не только жители областного центра, но и соседних городов и сел. Снег валил и в Саратовском районе. Здесь сегодня работает специальная техника. Проконтролировать коммунатику приехали и региональные чиновники. В случае обнаружения каких-то дефектов по зимнему содержанию, немедленно выписывается предписание на устранение. И подрядные организации по мере уже устранения отчитываются об исполнении этого предписания. То есть в случае неисполнения срок, там уже предусмотрены штрафные санкции. То есть это уже подрядчику невыгодно нарушать эти сроки нормативные по очистке, потому что все это карается потом денежными штрафами. Это так называемый северный подход, дорога, которую расчищает рабочие, ведет в аэропорт. Чтобы путешественники не опаздывали, а жители соседних населенных пунктов не испытывали трудности, специалисты вывозят снег. У нас есть график дежурства машин. Есть работают водители со сменными экипажами, есть работают без сменщиков. Даем время отдыхать, организовали питание, возможность отдохнуть водителем. В свое время заправка, идет техническое обслуживание в процессе, когда водители отдыхают. И, соответственно, машины практически исправны всегда. И вот поэтому такое наличие техники позволило нам своевременно очистить дороги. Кстати, в этом году оба подхода, и северный, и южный, собираются передать на федеральный уровень. Это порядка 26 километров трассы. До конца декабря появится и стационарное освещение на участках дороги рядом с поселками. По словам чиновников, это значительно разгрузит областной бюджет, а значит, позволит больше денег тратить на строительство дорог. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.